Всем привет! Меня зовут Маша. Я очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня я опять делаю видео о своих заказах с сайта Алиэкспресс. И здесь я вам покажу покупки именно для ногтей и для маникюра. Здесь будет кое-что для стейпинга, различные мелочи в виде слайдер дизайна, наклеек и также гель-лайки. Если вам интересно, то продолжайте смотреть. И начну я с таких мелочей, как слайдер дизайн и наклейки. Вообще я часто заказываю подобное на Алиэкспресс, потому что это получается намного выгоднее, чем покупать в магазинах. И частенько я приобретаю именно в наборах, которые идут по 10-20 штук. Это получается гораздо выгоднее. Но там, как правило, такие стандартные рисунки, цветочки, абстракции. А здесь мне понравились именно они своей необычностью. Не то, что необычностью, а просто вот их не попадаются, подобных орнаментов, в наборах. И они приходят в таком вот пакетике, кидают их прямо в почтовый ящик. Дошли они достаточно быстро. И это вот такие вот слайдер дизайны. Здесь такие цветочки коричнево-черные. Это я больше уже на осень заказала. И здесь в виде такого павлиньего хвоста, скажем, такой рисунок, узор. Единственное, что мне не нравится в этих наклейках подобных, также они в наборах приходят в таком виде, то, что они достаточно узкие для моей ногтевой пластины, хотя она у меня, в принципе, не широкая. Но когда я это все разглаживаю полностью на весь ноготь, то получается, что они мне узковаты. Поэтому приходится делать какую-то подложку в цвет вот этим вот наклейкам, слайдер дизайном. А так, в общем и целом, качество у них достаточно хорошее. Я уже не раз заказывала. И вот эти стоили всего лишь 6 рублей. Конечно же, ссылки на все товары я оставлю. И также я заказала такой слайдер дизайн тоже у этого продавца. Опять в этом же пакетике пришло. В виде таких вот милых пандочек. И сейчас у меня маникюр с ними выполнен. Так вот он выглядит. По-моему, очень симпатичные милые смотрятся, особенно с этим цветом лака. Я очень ими осталась довольна. Они тоненькие, хорошо водой размачиваются, хорошо отходят от подложки. И хорошо прилипают. Также они покрыты сверху гель-лаком. Ничего не смазалось, и гель-лак их не растворил. Поэтому я осталась довольна. Следующее, что я заказала, это были вот такие вот наклейки. Они идут на клеевой основе. И, честно говоря, я не очень люблю подобный дизайн. Потому что в основном его видно на ногтях. И он отслаивается. Мне это все не нравится. Поэтому я предпочитаю либо стемпинг, либо слайдер дизайн. Но об этих наклейках я слышала хорошие отзывы. Поэтому решила их заказать. Я выбрала в золотом цвете. У того продавца, которого я делала заказ, именно в таком только представлен. Хотя у других они есть еще в красном, синим и серебристых цветах. Они, эти наклейки, объемные, как бы 3D. Но при этом, когда они клеятся на ноготь, они не сильно торчат на поверхности. И также у них тонкая подложка и очень хорошая клеевая основа. То есть они прочно крепятся. Их практически не видно на ногтях. Также мне понравилось то, что этот дизайн выглядит... Эти наклейки выглядят как дизайн литье. Действительно очень похоже. И их здесь большое количество, этих наклей. В каждом ряду 12 штук. И поэтому стоили они около 120 рублей. Мне кажется, это достаточно выгодно. Тем более, что каждую наклеечку можно разрезать на 2 штуки. То есть можно по отдельности вырезать цветочек. Или вот эти, например, разрезать на 2 половинки. Использовать на 2 ногтя. Поэтому мне они очень понравились. Пробовала я их просто на обычном лаке. Я вам фотографию вставлю. Если вы еще не видели, кто не подписан на мой инстаграм. Я делала дизайн вот с этими вот узорами на фиолетовом лаке. Очень классно смотрелось. Единственный момент, то что когда я стала покрывать топом. То вот эта вот краска золотистая стала немножко разъедаться. И превращаться в серебристую. Это в принципе неплохо смотрелось. Получился такой эффект как бы состаренного золота. Но тем не менее, вот есть такой момент. Не совсем приятный. Если вот хочется, чтобы они золотыми остались. Поэтому нужно очень аккуратно и быстро топом проводить. Либо может быть гель-лак не будет разъедать. Но я еще на гель-лаке не пробовала. Так что классные наклеечки. Могу вам всем посоветовать. И как видите, их здесь действительно много и выгодно получается. Следующая для стеймпинга. Я заказала себе вот такие пластины. Правда, достаточно давно делала заказ. Но просто вам еще не показывала. Но успела с ними сделать много маникюров. И в общем, это номер 015. Здесь вот такие вот рисунки. Ну, достаточно такие нейтральные. Здесь цветочные узоры. И различные орнаменты. Пластины очень хорошо выгравированы. Они четко передают рисунок. И я ими осталась довольна. Единственное, что да, вот такие острые края. Но, в принципе, мне это не мешает с ними работать. Следующая пластина. Это номер 04. И она вот так вот выглядит. Здесь такие рисунки. Достаточно такие тоже универсальные и нейтральные. Может быть, ставлю вам несколько фотографий с маникюрами при помощи этих пластин. Если вы не подписаны на мой инстаграм. Дальше это пластина с такими кружевыми узорами. Тоже очень красивые и нежные с ней получаются отпечатки. И вот такой вот. Это я использовала больше зимой. Я надеюсь, что он хорошо видно. Просто там фотоаппарат отображается. Поэтому стараюсь не светить. Это такие скандинавские рисунки. И они, конечно, больше подходят для зимы. Классные пластины. Очень нравятся. Единственное, что заказывала их давно. Даже, честно говоря, не смотрела, доступна ли еще ссылка на них. Но, если что, я дам ссылку на продавца. У него очень много различных пластин. И я думаю, что в любом случае вы что-нибудь выберете. Следующее, что я хочу показать. Это вот такая краска для стемпинга. То есть такой специальный лак. Я, на самом деле, давно видела подобные на Алиэкспресс. И как-то не решалась их заказывать. Потому что у меня есть специальные лаки от Mundo de Un. и также у меня есть классический белый от Конат и классический черный от Элькоразон. Такая фирма Кац. Если я правильно произношу, здесь 10 мл идет. Хотя мне кажется, что намного меньше. Но, в всяком случае, продавец указывает, что 10. И для начала мне не понравилась здесь кисточка. Она такая вот вся лохматая. Здесь торчат волоски, как можете видеть. Но, в принципе, ей не красить, а наносить на рисунок. Поэтому это не так критично. Краска очень пигментированная. Очень черная. Насыщенно черная. Хорошо передает рисунок. Что касается смазывания, то она в этом плане лучше, чем Элькоразон. Но тоже может смазываться. Поэтому нужно очень быстро и аккуратно наносить сверху нее топ. Даже если просушить хорошо маникюр после стейпинга, все равно такой момент может происходить. И также здесь с другой стороны есть вот такая вот иголочка, ручка, при помощи которой можно рисовать различные рисунки на ногтях. Но я этим не увлекаюсь, поэтому мне это не нужно. Но, кстати говоря, она тоже работает. И все хорошо. Поэтому, что хочу сказать, в принципе, имеет место быть эта краска. Там представлено много различных цветов. Я вам, может быть, ставлю маникюр при помощи этой краски для стейпинга. Но, тем не менее, мне кажется, что Элькоразон получается выгоднее, потому что там 15 мл. И она также очень хорошо работает, отпечатывает. Если подобрать к ней топ, который не будет смазывать эту краску, то, в общем-то, все будет хорошо. А так, в общем и целом, можно заказывать. То есть, стоила она около 100 рублей, когда я заказывала. Следующее из мелочей, что я заказала, то, что необходимо лакоманьяку или нейлблогеру, это вот такая вот ромашка или типсы, которые крепятся на различных креплениях. И я заказала сначала 20 штук, и они пришли мне вот. Они крепятся на такой вот штучке, которая открывается, и можно снимать каждую вот эту вот палочку. Я тут уже пробовала некоторые дизайны градиента гель-лаками. И, честно говоря, это получается не очень выгодно, хотя сами они достаточно качественно сделаны. Поэтому я все-таки советую заказывать вот в таком вот виде, когда они приходят по 50 штук, и они идут вот на таком удобном кольце. Также есть, что они есть на таком болте, но кольцо намного удобнее, потому что не надо ничего закручивать. Оно вот так вот разделяется, и можно одевать новые и новые вот эти типсы. Вот я тоже здесь пробовала различные дизайны. Вот, поэтому, в общем-то, я считаю, что выгоднее вот такие по 50 штук заказывать. Ну и, конечно, ссылки оставлю вам внизу. Далее речь пойдет о гель-лаках. И я хотела продемонстрировать вам, каким образом мне все это пришло. Вот в такой вот коробочке, которая сделана из пенопласта. И она идет вот с такой вот крышечкой. И здесь 6 штук гель-лаков. Это гель-лаки с эффектом кошачий глаз. И вот таким образом выглядят сами бутылочки этих гель-лаков. Фирма называется Гель Лен. Кстати говоря, у этого продавца представлены лаки. Это фирма не только с эффектом кошачий глаз, но и с разными другими эффектами, в том числе и обычные гель-лаки. Здесь идет объем 8 мл, но на самом деле его здесь гораздо меньше. И это можно проверить при помощи зубочистки. И, к сожалению, да, было намного меньше. Но я не стала из-за этого открывать спор. Потому что, в принципе, качеством этих гель-лаков я осталась очень довольна. У них очень плотная консистенция. Они с первого слоя дают насыщенный цвет. Что для китайских гель-лаков просто нонсенс. Шли они, кстати говоря, мне где-то месяц. И также у этого продавца я заказала специальный магнит. Я тоже вам его попозже покажу. И давайте о каждом цвете поподробнее вам расскажу. И первым номером будет 057. Вот, как видите, здесь написано Cat Eyes. Давайте я вам покажу кисточку и текстуру этих лаков. Вот такая вот здесь кисть. Очень, кстати говоря, удобная. И текстура у них вот такая немножечко тягучая. И, как я уже сказала, они очень плотно наносятся. В принципе, с первого слоя можно добиться такого насыщенного оттенка. И вот так вот выглядит этот лак на ромашке. Вот такой вот он очень красивый. Отличный здесь получается эффект кошачьего глаза. Ну, не знаю, насколько вам камера это передаст. Они выглядят очень классно. Они все идут с блесточками. То есть, есть гель-лаки, которые просто выглядят как перламутровые. А эти идут еще с мелкими-мелкими блесточками. Я вам, наверное, вставлю в видео отдельное, как они блестят на солнышке. Чтобы вы могли в полной мере увидеть этот красивый эффект. К сожалению, здесь у меня освещение не позволяет этого увидеть. Следующий оттенок, который я хочу показать, это будет номер 051. И он выглядит следующим образом. Это вот такой вот розовый оттенок. И вот такой он тоже очень красивый. Я делала его маме. Именно вот этот вот цвет. Также он отлично ложился. И получался вот этот вот эффект, переливающийся кошачьим глазом. Тоже отлично здесь работает. Следующий оттенок, это номер 054. И это безумно красивый такой осенний, я бы сказала, цвет. Коричнево-золотой. Тоже с очень большим количеством золотистых, переливающихся частиц. И также с эффектом кошачьего глаза. Который легко делается на этом оттенке. Следующий номер, это 059. И вот, к сожалению, это такой провальный оказался цвет. Хотя на сайте он выглядел очень красиво. Это темно-фиолетовый оттенок, но на нем очень слабо передается эффект кошачьего глаза. Я не знаю, почему так происходит. Я все делала правильно, как и на остальных. Но, к сожалению, я не достигаю того эффекта, которого хотела. Хотя у продавца на картинке он смотрелся как такой эффект космоса или галактики. То есть фиолетовый с кучей частиц, переливающихся. И еще и с эффектом кошачьих глаз. Но, к сожалению, в жизни он смотрится просто как черный с еле-еле уловимым фиолетовым отливом. Но, к сожалению, да. Этим я осталась не очень довольна. Следующий оттенок, это номер 055. И с ним я, кстати говоря, делала маникюр. Вот так вот он выглядит. Это очень красивый такой оттенок сапфировый. Но вообще эти лаки напоминают драгоценные камни за счет вот этого эффекта. Очень здорово выглядит на ногтях. Я с удовольствием носила этот маникюр. И последний, это номер 050. И сейчас я вам покажу его на ромашке. Это тоже очень красивый, необычный оттенок. Он, я бы сказала, что такой хамелеон. Потому что он при разном освещении выглядит то серым, то темно-зеленым. То есть он напоминает такой драгоценный камень хризалит по своему цвету. Тоже очень красивый. Этими лаками я осталась безумно довольна. Единственное, что немножко подвел фиолетовый. Именно из-за того, что он не делал тот эффект необходимый, который должен делать. И я вам очень советую эти лаки. С эффектом кошачий глаз выглядят они потрясающе. Ложатся отлично. Носится тоже очень долго. Две недели без колов. Но здесь все, конечно, зависит от ваших базы и топов. Поэтому этими лаками я осталась очень довольна. И также магнитом, который мне пришел, я также заказывала этого продавца. Он выглядит следующим образом. Я также осталась довольна. Можно им проводить, если прямо его так держать, то будет просто продольная полоса. Если наискосок, то будет по диагонали, соответственно. И держать нужно где-то там 2-3 секунды, чтобы этого эффекта достичь. В общем, здесь я осталась очень довольна. И последнее, о чем я хочу рассказать, это гель-лаки, которые идут без всяких эффектов. То есть они просто кремовые, эмалевые. Они фирмы QHC. Всего лишь по 6 мл. Такие вот милые малыши. Стоили они где-то около 800 рублей. Что очень дешево. На что я, собственно, и купилась. И также о них были хорошие отзывы на Алиэкспрессе. Что тоже повлияло на мою покупку. Кстати говоря, пришли они мне вот в такой вот пластине, скажем так, из пенопласта. 6 штучек я заказала. И, конечно, очень удобная вот эта вот конструкция. Потому что лаки у меня при транспортировке не побились, не разлились. И все с ними хорошо пришли в целости и сохранности. В принципе, цвета соответствуют все, которые были указаны на сайте. И пришло мне то, что именно какой цвет я заказывала, такие и пришли. Мне понравилось в этих гель-лаках то, что у них на крышечках идет вот такая наклейка. Именно цветная. И это очень удобно, если выбирать цвет, которым накрасить. Сразу видно, какой цвет выбрать, собственно. Что касается качества гель-лаков этих, то на самом деле все зависит от оттенка. Но, в общем и целом, они довольно капризные. В принципе, ложатся они где-то в два слоя. Но при нанесении могут растекаться, затекать на кутикулу, на боковые валики. И также еще один неприятный момент. Это то, что они могут закипать в лампе. Закипать, ну, то есть скукоживаться, сморщиваться. Это, что, конечно, не очень хорошо. Поэтому нужно носить очень-очень тонкие слои. Соответственно, их должно быть больше, чем два. Поэтому это, конечно, значительный минус. Но, в общем и целом, за свою стоимость лаки неплохие. Носятся они где-то недели-две. Но здесь, опять-таки, все зависит от используемых вами базы и топа. Ну, и давайте о каждом цвете немножко поподробнее. Итак, первый оттенок 23. И выглядит он следующим образом. Очень красивый такой розовый, насыщенный оттенок. Я бы даже сказала, барбишный. Тоже довольно-таки капризный. Нужно его очень аккуратно носить. Давайте я вам покажу консистенцию. Видите, лаки очень тягучие. То есть они густые. И обещают своей консистенции, что будут хорошо и густо наноситься, и не растекаться. Но, тем не менее, вот они затекают. Нужно очень быстренько их сушить в лампе. Следующий оттенок это номер 25. Очень красивый такой вот небесно-голубой оттенок. Вот так вот выглядит. Я также делала с ним маникюр. Получилось очень красивое. В таком морском стиле делала. Далее оттенок 0,7. Это классический белый. Он, конечно, вообще капризный. Очень часто белые оттенки не только в гель-лаках, но и в обычных грешат проплешинами. И этот не исключение. Поэтому с ним тоже нужно очень аккуратно. Далее 45 оттенок. Он мне очень понравился. Я также делала с ним маникюр. Вот он менее всего капризный. И у него, посмотрите, какой классный оттенок. То есть он фиолетовый и содержит мелкий-мелкий шиммер, который очень красиво переливается. Вот им я осталась довольна. Ложится он просто замечательно. И выглядит на ногтях также. Далее 47 оттенок. Это, можно сказать, классический красный. Но не совсем классический. Он больше такой алый, наверное. Но смотрится тоже хорошо. Еще маникюр с ним не делала. И последний оттенок номер 52. Такой зефирно-розовый. Очень красивый, нежный цвет. И сейчас он у меня, собственно, на ногтях. Несмотря на то, что подобные оттенки всегда достаточно капризные, этот, в принципе, хорошо лег в два слоя. Поэтому мне он понравился. Вот такие у меня были заказы для ногтей с сайта Алиэкспресс. Я надеюсь, что вам было интересно. Большое спасибо за просмотр. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok